На календаре 4 марта весна наступила. Может быть, не по погоде, но по календарю точно. Да, на дворе март. И, кстати, что там у нас с весенними приметами, в частности, с мартовскими? Ну, насколько я помню, если 15 марта будет тёплый день, то ещё 40 дней будет тепло. Но если 15 марта будет холодно, то 40 дней будет холода. Так вот, примерно вот так помню. Или наоборот? Нет. Слушай, ну а что же мы гадаем? У нас есть Анастасия Щербакова, которая о приметах и о погоде знает, наверное, всё. Сейчас нам всё и расскажет. В старину март был первым месяцем года. Да и назывался он тогда по-другому. Наши славянские предки дали ему имя Берёзозаль и считали покровителем этого месяца бога весеннего солнца Елью. А ещё март называли копельником и протальником, а иногда и грачевником. В те времена люди считали, что весну приносят на своих крыльях грачи, которые вернулись из тёплых стран. И каждый мартовский день был связан с определёнными приметами и поверьями. Оказывается, в старину первого марта было принято откупаться от болезней и несчастья. Такой необычный ритуал совершали при помощи любого серебряного предмета. Например, монеты или ложки. Дело в том, что этот металл издавна наделяли особыми мистическими свойствами – отпугивать злых духов и отгонять беды и хвори. Откупной предмет полагалось с особыми заговорными словами оставить на кладбище или перекрёстке. А можно было и просто на дороге. Именно поэтому в старину существовал строгий запрет поднимать что-либо с земли, особенно в перечисленных местах. Иначе можно было стать перекладь душою, то есть взять на себя то, от чего откупился хозяин оставленной вещи. Кое-где этот запрет распространялся даже на случайно упавшие в избе предметы и куски пищи. А вот о погоде 1 марта говорили коротко и ясно. Везде у Ярила зиму на вилы. 2 марта в народном календаре считалось днём Маримьяны Кикиморы. В этот день полагалось чисто-начисто подмести всю дорожку перед домом от самого крыльца к колодцу и перемыть всю кухонную утварь настойкой из корней папоротника. А посуду с трещинами и сколами в этот день без сожаления разбивали и выбрасывали. По народному календарю с этого дня вороны начинают вить свои гнёзда. А метеопрогноз по приметам 2 марта довольно категоричен. Какая погода в этот день, такая она и летом. А ещё обычай предостерегал от взглядов вечернее небо. Не ровен час звезда упадёт. 3 марта в народе привечали птичку-овсянку, потому что её появление означало скорое приближение весеннего тепла. Зазывали овсянку особым способом. Для этого пекли печенье из овсяной муки. Оно так и называлось – овсянички. Приготовить весеннее угощение довольно просто. В современном исполнении нам понадобится стакан муки, 200 граммов овсяных хлопьев, примерно столько же сахара, 100 граммов сливочного масла, 2 яйца, немножко соды и ванилин по вкусу. Итак, приступаем. Для начала хорошо перемешиваем масло и сахар. Затем добавляем овсяные хлопья. Снова перемешиваем и оставляем массу отдохнуть. Примерно на полчаса. Потом добавляем яйца, муку, разрыхлитель и ванилин. Выкладываем тесто ложкой на противень и выпекаем в жаркой духовке до аппетитного золотистого цвета. А потом с выпечкой в руках люди символически кланялись елили, чтобы он заставил птичку-овсянку поскорее прилететь. А для 4 марта существовали свои традиции. В этот день было принято готовить как можно больше еды, чтобы дом был полной чашей весь год. И обязательно привечали гостей и угощали сирых да убогих. Считалось, чем больше добрых дел совершить 4 марта, тем лучше для души и семейного благополучия. Анастасия Щербакова, Станислав Серебров, Сибинформбюро.